Сегодня у нас 4 октября 2019 год. Колюсь сегодня дрова возле дома своего. Ну и кое-какие размышления приходят. И в чем заключаются эти размышления? То, что я надаю грешным делом, я смотрю некоторые ролики, в интернете. Есть такой активист, делает доброе дело, это Михаил Лазутин. Мне он нравится по своей ревности вот это против алкоголя, он борется все. Он называет себя христианином. Кто? Православный, неправославный, я не знаю. Вот иногда он там приходится ему обороняться, драки устраивать. Я вот лично как воспитанный по Евангелию, по Слову Божию. Как Господь говорит, что если тебя ударили подносчики, подставь другую. То есть эта заповедь не отменена у Христа. Господь заповедовал, а мы должны исполнять ее строго на строге. Если там где-то что-то за кого-то защитится, да, ты можешь там что-то применить, говорится ему, чтобы человека остановить это зло. Ну а по отношению себя ты должен терпеть это. Вот, но я не к этому еще только говорю, а к тому, что я ему писал, Михаил, чтобы он, даже если человек в виде его пример, то, что он не пьет, не курит, спортом занимается. И там в комментариях пишут, что да, благодаря тебе, Михаил, мы отстали там от пьянства. Увидели себя как бы со стороны, в лице тех людей, которые он показывает, пьяниц, алкоголиков. Ну, я ему написал, что Михаил, главное, которое от человека обращает душу его, потому что у человека есть плоть и душа, а душа, она бессмертна, она главная для Бога. Вот, и говорю, надо людям проповедовать Евангелие. И тогда вот как, например, я вот 26 лет прожил во грехе, я знаю, что это такое, как это пьянство затягивает, как оно губительно для человека. Многие умирали, погибают от пьянства, то есть не могут справиться с этим грехом. А когда я обратился к Господу за помощью, молитву своей, то есть осознал полностью свое ничтожество и увидится, что я не смогу без Бога это все сделать. Господь меня раз и навсегда освободил от этого порока, от пьянства. Потому что даже любой человек, который бросил пить своими силами, как он считает, со временем он может опять на те же грабли наступить. Почему? Потому что от греха освобождает только Христос. Если человек молился, тогда да, я согласен с этим. Потому что иначе сатана еще в другом искушать. То есть ты начал спортом заниматься, начал силу почувствовал. Человек начинает тщеславиться этим самым, то есть показывает свой мускул и так далее. То есть все это опять наталкивает на другой грех человека. А добрый можно всю эту силу свою применить, когда ты занимаешься спортом. Вот, в колке дров хотя бы. Возьми одну работу и занимайся ей. Очень много людей нуждается, которые в колке дров. Это вот я сейчас в деревне живу, потеряевка называется. Алтайский край. Много бабушек, одиноких женщин. Там бывают пожилые старики живут, в которых мне помогают родственники. Возьми, съезди, узнай. Найди этих нуждающихся и покали дрова. Там полы перекрой, забор построй. То есть много работ можно сделать. Добродетелей кругом много. Просто надо искать этого. И Господь тебе укажет, как умножить свои таланты. Ты здоровый, сильный. Вот. И Господь-то будет спрашивать не за то, что ты кому-то как-то там морду набил, как говорят, морду, да? Лицо твои, то есть, вернее. Если Господь говорит в Евангелии, это я для тех, которые бойцов ММА показывают, которые себя считают верующим, кресты носят православные. Если ты любит на ближнего, скажешь, рака, то есть пустой человек, то есть дурак, можно сказать, уже подлежишь геене огненной. А что ты будешь, какое иметь наказание от Бога, когда ты колотишь образ Божий? Потому что человек, каждая человеческая душа, каждый человек, это носит в себе образ Божий. И всему этому, это вот, я смотрю у некоторых ребят, мне их жалко, я за них сейчас молюсь. Потому что я думаю, Господи, зачем я-то я все смотрю? Ну, сейчас убедился для того, чтобы за этих людей можно было взывать Бога, чтобы они обратились по Евангелии, по Слову Господню. А вот такие вот, как Михаил Лазутин, там у него, Леонид помогают, другие. Ребята хорошие, видно, что ревнуют о благочестии. Но главное, это все-таки родиться свыше, как Господь сказал. Надо вам родиться свыше. Рождение свыше происходит только от слышания Слова Божия, то есть Евангелия. Когда ты будешь вникать в него и поступать по тому, как Господь заповедовал. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если любите меня. То есть не живя этим миром грешным, прелюбодением. А вот сейчас вот Михаила тоже туда затягивает, в бои там, без правил и так далее. Зачем ему это все надо? Во-первых, угроза жизни может быть. Любой удар, там висок или плата в другое, слабое место и все, ты на том свете. Что ты ответишь перед Богом? Что ты ему скажешь в свое оправдание? Там вот другие ребята, там ушел мастер, вот видно, что ребята, говорю, хорошие там. Там говорят, пулеметчик тоже хорошо дерется там. Другие, зачем вам это все надо? Тем более, они очень часто там падают, теряют сознание. То есть, а ты можешь из этого не выйти, из комы, из этой. Ангел прервет твою жизнь и все. И ты уже на той стороне. А оттуда уже не возвращаются люди. Леткий случай, кто возвращается. То есть, Господь позволяет этому сделать. Опять же, для того, чтобы свидетельствовать о том, что есть загробная жизнь. А это все от того, что люди не молятся, и они не ищут волю Божию. Если бы ты искал волю Божию, ты бы никогда бы не шел бы там в спортзал. Одно дело, когда ты занимаешься, живешь в городе, да, у тебя нет физической нагрузки. И чтоб тебе, не говорится, дурь из тебя какая-то не шла, так как ты питаешься хорошо, ты должен в спортзале хотя чем-то занять в себе. Но я советую все-таки найти нуждающиеся. То есть, где-то по строительству, где-то что-то, кому-то как-то помочь. Чтоб сила туда уходила. В доброе дело, потому что Господь, написано в Матфея 25 главе, Он говорит, что если накормили, меня накормили. Если напоили, меня напоили. Если посетили в больнице, меня посетили. В тюрьме, меня посетили. То есть, перечень идет добродетель. Знаете, за что Господь будет спрашивать на Суде Божьем? Такие вот, как Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, другие там. Федор вообще, какой крест носит православный? И однако, что он этим доказывает? Чем, что наше право и вера в православие? Нет, конечно, это наоборот он доказывает. Потому что человек носит, я еще раз повторю, образ Божий в себе. Ты не имеешь права на него руку свою поднимать. Единственное, в Библии там указывает, что когда детей наказывают, например, это ради воспитания, что ребенок непослушный. И очень много людей, которые известные такие, как Хося Цзю, Джон Рой, знаменитые боксеры. И они, главное, стоят, Джон Рой, протестант, видимо, как я понял, стоит там в собрании среди верующих, поет псалмы Господу, славословит его, а сам выходит на ринг, а потом других бьет. Другие, это как бы оправдываешь, вроде, это же по согласию все делается. И это профессионально, это что, где-то там на улице, ты налетел там на кого-то, да, начал бить, грабить, убивать. Ты хоть как оправдывай, но ты нарушаешь заповедь. Ты бьешь человека. На любой момент ты можешь его покалечить. Они и так многие калечены инвалидами, особенно это все сказывается в старости у них. В мозге отшибаются. А этот разум тебе нужен для того, чтобы Господа прославить. Воздать ему хвалу за все твои таланты. Ты мог бы за место этого бокса применить вот здесь вот это все. Тут тоже нужна быстрота, четкость, резкость удара. То есть вот тебе, пожалуйста, этот талант ты можешь умножить во славу Божию. Простой пример. На полке дров. Я тоже, когда, до того, как стал верующим, это я 26 лет только перед Богом показывал в своих грехах, колол как попало. То есть мог на неделю затянуть одну телегу дров. А потом стал, когда уверовал, что я понял, что это не по совести. И стал молиться, чтобы Господь дал быстроты в полке дров, в других работах. И Господь умножил этот талант. Потом уже часто очень приглашали меня, заместо кого-то других пьяниц, чтобы это мог дрова поколоть. В данный момент я колю, конечно, у нас тут старые были бревна, мы их распилили. То есть, скажете, там дневушки колет и показывает что-то. Спортом хорошо заниматься, то есть для физического развития. Потому что написано в Библии, сила юношей, это их, как говорится, крепость. Слава юноше, вернее, слава юноше. Сила их. То есть все свои таланты, все свои умения для Бога. Тогда ты отладаешься на суде Божьем. Что ты этот талант не погубил, не зарыл. А использовал не для своей славы. Не для славы человека, чтобы тебя все прославляли потом. А чтобы Господь тебя славил. Что ты скажешь свою правду? А не что. Все устремления для Бога, для Господа нашего Иисуса Христа. И эти все свои страсти ты только можешь победить с Богом. Потому что советую всем, если ты себя называешь христианином, верующим, задумайся, впереди суд Божий. И называется он с большой буквы страшный суд будет. У Бога лицеприятий не будет. То есть если ты жил только для себя, ты будешь осужден. Ты должен для Господа быть. Потому что возле Би написана заповедь, одна из наигеланнейших заповедей, возле Би Господа Бога твоего, всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, всей крепостью своей. Это наигеланнейшее. И возле Близнего, как самого себя. Я не говорю, что они не делают добрые дела. Делают добрые дела, но надо жить согласно полностью, как Господь заповедовал. То есть по всем его святым заповедям. А не то, что там говорят, например, заповедь не убей, меня способствует, мне не нравится. А вот заповедь не прорубь действует, мне не нравится, а я буду делать ее. То есть нарушать. Вернее. И всему этому, конечно, вина, все зависит от учителей. Именно церковных, наших православных батюшек. Если бы они учили, согласно Евангелии, не было вот это, они способствуют этому, что распространение вот этих драк, там на ринге выступают, присутствуют сами тоже некоторые даже. То есть все это поощряется. А если бы обличали, говорили бы, может Господь бы сердца усмирял бы, не было. А сейчас вот смотришь, просто распространено, особенно в интернете это все. Людям нужен вот этот ажиотаж, вот эти, как говорится, страсти, чтобы они выходили наружу все. Вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...